Какой тип недвижимости сегодня правильнее вкладывать? Стоит ли покупать акции компании, в которых может маржинальность упасть в ближайшие два года? Это плата за риск. Правила игры поменялись, их никто не увидел. Цены растут, берите быстрее, бежим покупать. Пока такая дешевая ставка, возьму недвижимость на всякий случай. Объясни людям, почему ты не инвестируешь в недвижимость. Люди всегда смотрят на рост, но не понимают, в чем цель роста. Последние три дня все обсуждают в инвест-сообществе удаленное интервью Сергея, которое он давал Кире Юхтенко, канал Инвестфьючер. Многие считают, что он струсил и потребовал удалить это интервью из-за плохих комментариев. Кто-то подумал, что он наговорил чего-то лишнего. Сегодня мы решили записать для вас это интервью в полном объеме. И в это интервью войдут те вещи, которые не вошли в то интервью, которое было удалено. Обязательно досмотрите это интервью до конца, потому что в конце вас ждет сюрприз. Сергей будет отвечать на злостные вопросы хейтеров. Всегда все очень переживают за то, что Сергей нервничает и банит этих хейтеров. Вот сегодня он даст ответы на ваши вопросы. Сереж, скажи, пожалуйста, ты все время говоришь о том, что Москва – это будущий город-банкрот. Но, однако, большое количество людей сегодня едут из разных городов России с целью инвестиций в недвижимость именно в городе Москва. Есть, наверное, три рынка. Это Санкт-Петербург, это Москва и это Сочи. То есть три города, в которые люди сегодня охотно вкладывают в недвижимость. Вот скажи, пожалуйста, почему же тогда Москва – это город-банкрот, да, и почему люди инвестируют в московскую недвижимость? Ну, то есть ты пытаешься сказать то сообщение, которое я говорил много раз, что Москва слишком переоценена, это пузырь. Да. Дело в том, что мы говорим о странных очень часто вещах в недвижимости, когда все люди называют себя инвесторами. Но каждый покупкой недвижимости в том или ином месте решает какую-то свою конкретную задачу. Кому-то, видимо, очень хочется просто показать своим знакомым, что он добился всего успеха, а измерением успеха зачастую у нас является покупка недвижимости в столице, в Москве. В 19 веке это был Санкт-Петербург. И поэтому, на мой взгляд, такая вот централизация спроса, она ничему хорошему не способствует. Вы вкладываете в перегретую недвижимость. Не все в Москве, что строится, нужно покупать. А Москва сильно сейчас застраивается в тех зонах, в которых я считаю, что вообще строить было нельзя. И, кстати, в эпоху Лужкова, когда я начинал работать, я начинал работать в недвижимости в 2005 году, то тогда уже говорилось, что в некоторых промзонах нежелательно строить жилую недвижимость. Сейчас в них строят. И то, что я говорю, и моя оценка, она, это моя оценка. То есть с ней можно соглашаться, с ней можно не соглашаться. Но если считается, что я какой-то лидер мнений определенных, то я имею право высказать свою оценку Москвы. Я считаю, что градостроительная политика в Москве, та политика, которая ведется нынешними властями, она не продумана. То есть нельзя назвать ее, что я не хочу обвинить власти города в том, что они что-то, может быть, осваивают бюджеты, как все пишут, еще что-то. Нет, она просто не продумана. У нее нет единой концепции застройки, стратегии и нет целостного видения, что хочет получить нынешнее руководство города. А это приводит к тому, что часть инвесторов вложится в районы, которые сейчас строятся, экспериментальные. С одной стороны, оно не может не выстрелить. И это приведет к инвесторам к разочарованию. Еще одна очень важная вещь, что когда мы произносим слово инвестор, то мы тут с тобой должны понять, что сегодня все, мне кажется, люди почему-то стали называть себя инвесторами. Хотя, по большому счету, большая часть людей вкладывает недвижимость с точки зрения проживания в ней, может быть, безопасности своих детей, как они считают, потому что многие родители, отправляя ребенка на обучение в Москву, в Санкт-Петербург, они решают задачу, чтобы ребенок, например, не жил в арендном жилье, что это подозревается, что это связано с какой-то опасностью проживания в таком месте. И поэтому Москва кажется, что она лидер, но на самом деле лидеры другие города. То есть, если мы говорим про инвестиции в недвижимость, с точки зрения того, чтобы это как минимум заберегало твои деньги, еще и давало какой-то доход, то Москва по вложенным сюда рублям давно не... Она волочится уже внизу первой десятки городов. В это сложно поверить, но это так. Скажи, пожалуйста, какой тип недвижимости сегодня правильнее вкладывать, да? То есть, какой тип недвижимости сегодня более доходный? Ты знаешь, давай я расставлю в обратном порядке, по тому, где теряют денег больше люди. Так будет, наверное, более правильно, потому что это будет, мне кажется, более понятно обычному потребителю. Самое большое количество денег люди теряют, конечно же, в частном домостроении. Потому что тут нужно тонко понимать рынок. Например, у людей всегда дисбаланс. Что важнее? Купить хороший земельный участок дорого и потом построить попроще дом. Или купить дешевый земельный участок, но построить дом подороже. В моем понимании правильный баланс, цена общей стоимости. То есть, мы сейчас с тобой разделим, наверное, понятие цена, стоимость и ценность. То, что мы описывали в книге. И я еще введу такое понятие, как миновая цена, потому что это тоже очень важное понятие. Но если мы говорим о балансе в доме, и все нарушают. 30% конечной стоимости вашего проекта должна была бы занимать земля, земельный участок. Но это всегда нарушается. Надо купить, угадать с локаций, надо купить качественную структуру. Надо купить. А люди стараются заниматься зодчеством, без проектов, строить что-то. У нас, почему у нас, посмотри. Все художники. У нас, да, у тебя же самая популярная рубрика сейчас набирает обороты, сделал под себя. Она просто шикарна в этом отношении. Поэтому первое место по потерянным деньгам – это частное домостроение. На втором месте, конечно, по потерянным деньгам – это инвестиции в новостройки. Я думаю, что они могут сравниться с тем, что люди потеряли на фондовом рынке. А почему, объясни, пожалуйста, все считают, что новостройки – это самый популярный тип недвижимости, куда люди инвестируют? Мои друзья из разных строительных компаний сейчас могут обидеться на то, что я скажу. Но по количеству вранья, которые несут на рынке недвижимости застройщики, никто не сравнится. То, что делают на фондовом рынке, вот если перекинуть это на фондовый рынок, а я работал в инвестиционно-управляющей компании ВИКО, восточноевропейской компании, и про фондовый рынок я знаю с 2004 года. И я выучил это правило на 18 лет. Нельзя обещать доходность будущих периодов, за это мог в тюрьму посадить на фондовом рынке. То есть застройщики сегодня обещают? Фондовый рынок всегда в отделе продаж требует обещать доходности в будущем периоде. И это прямо то, что они продают. Давай разберемся с точки зрения слова новостройка. Когда я разговариваю с людьми, которые приходят нам на консультацию, я говорю, ребята, а что вы подразумеваете под словом новостройка? Давайте поработаем с определением. И часто люди потом уже говорят, я хотел просто квартиру, в которой до меня никто не жил, у нее не было проблем с документами, и я хотел быть в ней первым, чтобы там не было какой-то энергетики, еще что-то. Хотел бы в ней первым. Говорит, так что тебе мешает пойти в готовый дом и купить готовую квартиру в бетоне? Раньше, до 1 июля 2019 года, застройщик играл в игру. Я тебе дам дисконт, а ты мне деньги на 2 года без процентов. То есть я не у банка занимал настройку, а у дольщика. И всем казалось, что это рост. Перепутали два понятия. Купить с дисконтом и перепродать, это обычная спекулятивная операция, но это не инвестиционная операция. То есть это не прозорливость ваша была. То есть все за 100% застройщики на котловане давали скидку относительно вторичного жилья в этой же локации. То есть все смотрели на цену вторичного жилья в этой локации и уже от нее давали дисконт. Сейчас картинка поменялась. Ты понимаешь, что сейчас можно купить готовый по той же цене, как у застройщика. Правила игры с 2019 году, о чем я начинал трубить в 2019 году, и многие меня в этом обвиняют, что правила игры поменялись, и их никто не увидел. И по инерции поезд едет по тем правилам старым в новостройках. Поэтому еще раз, по потерянным деньгам в рисках, мы же инвестируем в новостройку не в недвижимость, а в ценную бумагу, которая дает право требовать недвижимость через два года. Это договор ДДУ. И мы с тобой должны понимать, и ты это прекрасно знаешь, что это плата за риск, то есть дисконт это плата за риск. Что акции покупать, это плата за риск. Что облигации покупать, это плата за риск. Что именно новостройка на стадии котлован, это плата за риск. Это премия за риск. Поэтому там потеряли денег, я думаю, даже много больше россияне, чем на фондовом рынке. Так, хорошо, получается, загородная недвижимость, новостройки. Вторичная недвижимость, а, по потерянным деньгам вторичная недвижимость, просто потому что это, на мой взгляд, устаревающий пассив. И лидером, на мой взгляд, является коммерческая недвижимость, но здесь тоже есть ловушка. Коммерческая, ты же всем рекомендуешь коммерческую недвижимость. Я тебе объясню, какая ловушка. Давай определимся, откуда взялось понятие слова коммерческая недвижимость. Что это? Что это за мифология? Допустим, я купил выгодно квартиру на вторичном рынке, сделал мне хороший отделок в хорошей локации, достаточно выгодно сдал. Это коммерческая недвижимость? Она не приносит доходы? Ну, конечно, это коммерческая. А по факту она по документам жила. Другая ситуация. Я купил офис для своей компании, сам в ней сижу. Это коммерческая недвижимость, а в отчетности финансовой это мой минус на содержание, расходы на содержание. В этот момент это коммерческая недвижимость или я в убытке сижу? В убытке. И зачастую лучше было бы арендовать. То есть, само понятие коммерческой недвижимости у нас слишком размыто. Здесь тоже надо понимать, куда вкладываться. Например, в начале 2000-х годов это был стрит-ритейл. Стрит-ритейл в центре, хорошие ресторанные помещения, трафиковые улицы, Кутузовский проспект, Ленинский. Прокатись сейчас. Все не сдано, все пустое. Почему? Меняется структура трафика. Допустим, и в Москве мы видим такую ситуацию, и в Питере мы видим такую ситуацию. Вторая большая проблема. Например, мы берем город Краснодар. Мы сегодня будем разговаривать про многие города. Берем город Краснодар. Ты знаешь, что Краснодар лидер по количеству квадратных метров на душу населения в торговых центрах. И это говорит о том, что весь стрит-ритейл будет проигрывать этим большим торговым центром. И там инвестировать нельзя в коммерческую недвижимость. Поэтому в коммерческой недвижимости люди меньше теряют денег. Она действительно до сих пор приносит самую высокую доходность. До сих пор приносит доходность 10% годовых в рубле. Но там тоже, конечно, нужно понимать. Скажи, пожалуйста, ты сам занимаешься недвижимостью. Почему ты не инвестируешь в недвижимость? Меня часто мои клиенты спрашивают, «Тамара, вы сами в какую недвижимость инвестируете? Что вы покупаете?» Я говорю, «Мы ничего не покупаем. Сережа мне запретил что-либо покупать. Скажи, пожалуйста, объясни людям, почему ты не инвестируешь в недвижимость? И во что ты инвестируешь? Инвестируешь ли ты в какие-то акции застройщиков и так далее? Тут надо бы разделить. Ты сразу так много вопросов накидал. Но давай попробуем отделить все это по частям. В первую очередь, почему я сейчас не инвестирую в недвижимость? Потому что на данный момент мы видим цикл, конец цикла роста. А недвижимость развивается циклично. Многие просто не пытаются на нее посмотреть. Если мы посмотрим, казалось бы, на график недвижимости с точки зрения с 2006 года по 2021 на 15 лет, то нам покажется, что это все эти годы недвижимость росла. Но на самом деле росла определенная недвижимость. Определенная недвижимость падала в цене. И это никто не... Сейчас опять скажешь, как он кричит, ну как, вот, ну что это такое? Что же он делает? Мы же видим рост. Рост номинальный мы видим. Мы сейчас все с тобой проговорим по этому поводу. Но если мы говорим о циклах, то недвижимость нужно было покупать в 2016-2017 году. Тогда это было интересно. То есть на цикле падения можно было купить недвижимость и заработать. Но теперь очень важный момент. Если я умею зарабатывать с каждой операцией, связанной с недвижимостью, 4% в течение полутора месяцев, как агент, а цикл продажи нами, объекту недвижимости, где-то 7 недель, и каждый раз 4%, задаю вопрос, куда я должен инвестировать денег? В привлечении клиентов, которые готовы со мной продавать свою недвижимость и зарабатывать проценты? Или я должен инвестировать саму недвижимость? Когда ты умеешь работать как брокер с операцией недвижимости, то, естественно, было бы логично зарабатывать больше, но инвестировать свои деньги в привлечение таких клиентов, в развитие своего бизнеса с точки зрения агентской деятельности, и поэтому мы инвестируем туда. Это первый момент. Второй момент. В некоторых случаях я сейчас отвечу на вопросы тем людям, которые задают их, почему, например, ты купил недвижимость детям, а сам живешь в аренду. Давайте четко поясним. В 2021 году мы продали старый фонд, наследованную квартиру оставшуюся от папы, где у нас был один из дольщиков, ребенок. И мы по закону не могли бы не купить недвижимость взамен. Мы бы ее и не покупали, если бы такое не было. Но мы понимали, почему фонд стареет. А второй очень важный момент. В моем объекте тоже был в долях сын. И я тоже не мог ему прийти и сказать, что у тебя не будет доли. Он распоряжался. И он выбрал путь. Он сказал, я хочу забрать недвижимость. Это его решение. В 18 лет я его уважаю, и поэтому мы ему купили недвижимость. А вот какую недвижимость, здесь мы понимали, что нельзя уже, например, покупать старый фонд. Поэтому мы покупали новостройку около метро, чтобы минимизировать те потери. И я предупреждал и одного сына, и второго, что мое мнение, что сейчас нельзя покупать недвижимость, но это было их решение. Теперь, просто в 2021 году я вышел из недвижимости. То есть заработали в недвижимости, когда кричат многие, что вот мы сейчас заработали в недвижимости, в моем понимании, заработали в недвижимости те люди, которые в 18-19 году, в начале 2019 года купили, а в 20-м, а лучше в 21-м году продали. В 20-м, 21-м году. У нас есть такие клиенты. А если хейтеры вспоминают интервью, данное Борису Малютину на канале М2... Это 2019 год. Нет, осень 2019 года. Ты же знаешь, в важных каких-то ключевых фразах, где-то что-то говорю, я же не говорю, это просто неподготовлено. Я помню даты, помню все остальное. Я знаю, кто твоя память. Поэтому я помню это интервью дословно, можно его найти. Борис его удалил с канала М2, но можно найти его в Одноклассниках, где-то оно есть. Там внимательно надо слушать. Знаешь, есть такой анекдот про врача, который тыкал один палец, облизывал другую. Не будем это сейчас смаковать подробности, тем более на кухне. Так вот, мое мнение такое, что надо было внимательно послушать. Я сказал, время в 2019 году избавляться от старого фонда, ненужного вам, и время пересесть в доллары. Теперь вот, господа хейтеры, в 2022 году пойдите, проверьте мой совет. Что я сказал? Фикционитесь в рублях, переложитесь в доллары и посидите. Что я сказал? Я не захеджировал людям свои деньги с этим советом. Он должен был угадать, что недвижимость будет расти. Относительно чего? Относительно какой валюты? Относительно какой цели? То есть люди всегда смотрят на рост, но не понимают, в чем цель роста. Потому что, ну, растет и что? Ну, она растет номинально. Теперь ответить на второй вопрос, потом на третий, накидала. Второй вопрос тебе отвечал, почему я живу в аренду? Потому что недвижимость бизнес-класса и элитная. Это квартира, которая никогда не вернет вложенные деньги. Сколько людей попало в 2008 году на остоженки? Ты знаешь, как я... Да, но все кричат. Вот я сейчас недавно выкладывала пост в инстаграме. И мне там написали, накидали кучу комментариев, что как же так, инфляция, да, она там все сжирает. Ты прямо накидываешь, давай сейчас пунктик по инфляции пометим. Это тоже очень интересный вопрос. Давай я отвечу на то, что важно. Важно понимать, что недвижимость с точки зрения, например, элитки, это срок окупаемости сегодня 30 лет. То есть я как-то даже выкладывал свою фотографию, как я буду выглядеть, когда я верну те деньги, когда я пойму, что наконец я оправдал эту покупку. То есть, ребят, возьмите фейсап, да, приложение, и просто вот возьмите эти там 25-30 лет, сколько вы будете возвращать. Ну, прибавьте себе. Просто в фейсапе сфотографируйте, посмотрите, как вы будете выглядеть, когда вы полностью отобьете все, что вы вложили в нее. Я считаю, что, во-первых, мы приближаемся с тобой к возрасту, когда мы становимся все более свободны. Старшие дети уже выросли. Сын нашему младшему уже тоже 5-6 лет, и он выпахнет из гнезда, и он об этом заявляет открыто, что он, как старшие братья, пойдет работать и уйдет. Дочь. И мы понимаем, что у нас будут меняться жизненные циклы, и на этом жизненном цикле я не вижу смысла покупать то, где я хочу жить. Еще самое интересное, весь интересный момент, такой глубокий, я до сих пор не определился, где я хочу жить окончательно, вот так вот, чтобы зацепиться. Теперь по поводу акций застройщиков, да? Это, наверное, самое странное, что можно было бы покупать, потому что давай определимся, что такое девелопер. Вот, все говорят застройщик, но если мы заглянем в ФЗ-214, застройщик, ребята, это владелец земельного участка. Все, точка, точка, больше ничего там нет. Девелопер – это воздушная структура, у которой на балансе нет кранов, там еще чего-то и так далее. Да, есть компания ПИК, которая сейчас внутрь себя интегрировала панельное производство. Производство, купила производство лифтовое, купила еще какие-то компании, то есть они вертикально в себя интегрируют. Но чем больше девелопер в себя вот таких вещей интегрирует, тем менее гибкой структурой он становится, тем более опасную игру он играет. Почему? Потому что когда девелопер… у меня была такая статья, она немножко звучит провокационно, что будет, когда девелопер идет на панель. То есть, когда девелопер заводит панельное производство, ты становишься заложником обычной логистической операции. Ты панель не можешь возить на длинное расстояние, максимум там 200-300 километров, иначе у тебя логистика будет очень дорогая. Поэтому панельное производство, оно завязано на определенную локацию. А дальше ты попадаешь в ловушку. Когда ты строишь панельное производство, тебе нужно это… что первично? Строить дома становится или работаю, чтобы панельный завод? Панельный завод. Представь себе, если завтра ПИК скажет, мы остановили отгрузку панелей, что произойдет на следующий час с акциями ПИК? Они пойдут вниз. Начнут подозревать, что что-то не так. То есть завод остановил погрузку панелей, это значит, что нам панели складывать некуда. И тогда мы начинаем играть в то, что нам нужен земельный банк для того, чтобы строить. И мы начинаем вперед покупать весь земельный банк. То есть это вечная гонка, не останавливаясь. Да, но есть один очень важный момент, как говорил Марк Твен. Покупайте землю, больше не производят. Обратная ситуация. Все больше и больше крупные застройщики, на мой взгляд, лезут в очень сложные проекты. В очень сложные проекты с точки зрения реализации. Не просто комплексные освоения территории, а мне нужно взять, соответственно, вывести оттуда строительный мусор, снести что-то, перенести коммуникации, построить дороги. В промзонах не было садов, в промзонах не было школ. И я всю социальную нагрузку, все я на себя веду. У людей, которые сегодня метут акции застройщиков, складывается впечатление, что отчетность у них растет вверх. Потому что что смотрят инвесторы? Они смотрят только на отчетность по выручке. Никто не заглядывает в долговую нагрузку. И никто не понимает, как дальше будет двигаться это. То есть для короткой спекулятивной истории, может быть, но я не спекулянт. Это не моя стихия, я не трейдер с точки зрения, я не занимаюсь спекуляцией. Поэтому у меня есть другие бумаги. У нас есть облигации в портфеле, у нас есть дивидендные акции. Но у нас нет в портфеле тех, кто... Вот они сегодня вот такие воздушные, с отчетностью, все замечательно. А дальше что? Мы видели, как могущественная компания ЛСР, которая считается, что в Питере они вообще определяют рынок. Ленд строит реконструкцию, они изначально называются. Увязла, например, в тяжелом проекте ЗилАрт. Это тяжелый проект. И туда же зашла сейчас компания Талон на территорию Зил. Это тяжелые проекты, которые неизвестно, как для этих компаний откликнуться. Поэтому, на мой взгляд, надо очень хорошо понимать в девелоперском бизнесе и туда не лезть. Но это мое мнение. Вы можете убирать что-то другое. Сереж, ты мне не ответил на вопрос про инфляцию. И вдогонку сразу вопрос про то, что люди все говорят, если дорожают стройматериалы, значит будет дорожать недвижимость. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, потому что меня уже все достали. Пишут в комментариях, мне кажется, под каждым постом. Инфляция. Значит, недвижимость – это не товар ежедневного потребления. Это вообще очень специфичный товар. Он, ну, условно говоря, если у тебя есть мешочек с золотом, ты его припасы закопал где-то в земле, то случились какие-то обстоятельства в твоей локации неприятные, то ты можешь этот мешочек с золотом откопать и с ним куда-то двинуть дальше. А недвижимость так просто с собой не заберешь. То есть недвижимость – это очень специфичный все-таки товар. А если мы с тобой возьмем любой график, БНРУ – это Питер, ОПНРУ – это, пожалуйста, это Екатеринбург, АРН.ру – это Москва, есть индексы, и увидим картину, то мы поймем, что на самом деле с 2008 года по 2021 год недвижимость пережила несколько жутких кризисов. С чем они все были связаны? Вот эти вот, что я называю кризисом? Кризисом я называю панические атаки на рынке недвижимости. Они панические атаки. Когда люди бегают как сумасшедшие и скупают недвижимость. Да, это был 2008 год, это был 2014 год, это был 2020-2021 год. В 2008 году мы быстро увидели отыгрыш, потом 2014-2015 год уже растянулся, и то же самое 2020-2021 год. Все эти годы были связаны с тем, что в этот момент резко падала цена на нефть, резко девальвировался рубль, и это была паническая атака, как спасение бежать в пещерку, в страхе сложить туда денежки. Но если мы посмотрим, как изменилась цена товаров за это время, и попытаемся, условно говоря, поменять квартиру на три вагона тушенки, то мы поймем, что мы даже на три вагона тушенки то, что могли поменять в шестом-седьмом году, сейчас не поменяем. То есть при попытке подтянуть бытовую инфляцию, ежедневную, подорожание вот круассанчиков, хорошего чая, кружечек красивых, еще чего-то, подтянуть ее к тому, что раз это дорожает, то и будет дорожать недвижимость, стран попытка, потому что это разные инструменты, и на мой взгляд, если посмотреть на изменение цены тушенки с девятнадцатого года, можно было два года, там сколько срок годности у нас у тушенки, по-моему, года три, можно было прекрасно в тушенке пересидеть и прекрасно заработать. У меня был такой ролик смешной по поводу того, что тушенка это тоже очень выгодный инвестиционный инструмент. Кстати, в двадцатом году, между прочим, в пандемии имели исполк. Можно в гречке посидеть. То есть, не надо пытаться свою бытовую инфляцию коррелировать с недвижимостью. Это легко проверяется. Ребята, идем, смотрим, сколько, например, в 2007-2008 году стоило топливо, есть информация, сколько стоило колбаса и так далее, пересчитываем. И если те люди, хейтеры, которые мне покажут, что будет, а я им скажу, что если бы я пересчитаю вот эти потребительскую коррозину, как она подорожала, и попробую пропорции математические пересчитать эту недвижимость, то мы, например, должны были бы сейчас иметь стоимость метра в Москве от 500 тысяч рублей за метр до 3 миллионов. Но этого же нет. И оказывается, что инфляция бытовая никак не связана с инфляцией недвижимости. Это разные графики, разные механизмы рынка, разные, разные, даже я бы сказал, разные механизмы изменения цены. Но как же от стройматериала? Стройматериала. Теперь про стройматериал. Все очень просто. Ты хороший эксперт по продаже загородных домов. Ответь мне сама. Многие ли люди, построив дом из дорогих стройматериалов, потом вернули это ценой сделки? Нет, не вернули. Большинство не вернули. То есть, правильно я понимаю, подорожание стройматериалов влияет на маржинальность спекулянта недвижимости. То есть, чем больше я потрачу на стройматериалы, тем меньше я заработаю. Не всегда потрачу, вложенные деньги в стройматериалы возвращают ценой следующей сделки. Так это для кого грозит больше всего? Для застройщиков у них маржинальность падает. У них проблемы. Как подорожание стройматериалов может влиять на квартиру, которая была построена в доме 72-го года? Как? Как вы это связываете, два понятия? Люди же и задают вопросы. Они же для них недвижимость, инвестиции в недвижимость, это новостройки, как мы с тобой ранее говорили. И поэтому у них в принципе это логично. А, то есть застройщики поднимут цены за это? Нет. Застройщик может сколько угодно пытаться поднимать цены, но мы же видим прекрасно, что у некоторых застройщиков подняли цены до такой степени, что у них по три квартиры в квартал продается. В квартал. Главстрой, Береговой, третий квартал 2021 года, это известный факт, продал большой проект, всего три квартиры, подняв цены фактически до загородительных. То, что мы сейчас видим на рынке недвижимости, это номинальные цены, и в некоторых случаях они просто загородительные. Это не рост недвижимости. это вообще никак не связано? Не связано строительные материалы? Связано для застройщика. Он просто заработает меньше чистую прибыль. Представь себе. он не будет вкладывать в эту цену стоимость строительных материалов? Он, смотри, давай разберемся, ведь никто не пытается даже вникнуть в структуру деятельности застройщика. Недвижимость это тот товар, который нельзя воспроизвести быстро. Этот цикл вывода объекта недвижимости в стройке занимает где-то два года. Представь себе, я прихожу в банк в начале 2020 года, говорю, ребят, вот мой проект новый, вот моя смета, вот как я буду строить, вот моя темпа реализации и вот себестоимость строиматериалов заложена в этот проект, дайте проект не финансируем. Что я уже сейчас имею? В 2022 году подорожание строиматериалов, подорожание рабочей силы, подорожание всего. И могу я это отбить ценами на недвижимость? Нет, потому что каждая локация это доказанный факт. Мы этим занимаемся, у нас есть для этого наш приятель, добрый друг, Сергей Лавжанинзе, и мы каждый месяц с ним разгребаем рынок по отчетности. Ты же знаешь прекрасно, ты иногда слушаешь на кухне тот же разговор, когда мы по 2-3 часа с Сергеем обсуждаем детали того, что происходит в стройке. Люди этого просто не видят. Маржинальность многих застройщиков просто падает. Они не смогут подорожание строиматериалов вытащить ценой следующей сделки. Это, кстати, к вопросу, стоит ли покупать акции компаний, у которых может маржинальность упасть в ближайшие 2 года. Вот тебе ответ. Поэтому стройматериалы влияют на того, кто берет, строит и перепродает. Вот у него может упасть маржа. Но это никак не вытащится ценой конечной сделки. Это разные понятия. Хорошо, тогда следующий вопрос. Ты всегда говоришь в последнее время, что на рынке есть 2 пузыря. Что это за пузыри? Объясни, пожалуйста. Я бы сказал так, я бы уточнил, не так, как 2 пузыря, а наблюдалось 2 этапа надувания пузыря последнего. Это очень внимательно надо посмотреть на графике, потому что давай разберемся. У людей в пандемию я увидел одну интересную вещь, что знаешь, когда случается какая-то паническая атака, у тебя блокирует память. Это такое явление. Мы в страхе что-то начинаем забывать еще что-то. Когда случилось такое неожидаемое явление, как пандемия, то у людей определенная память какая-то она вот выключилась и они в панике побежали. То есть давай разберемся, вернемся. С 2014 года, 2015 даже, уже доказанный факт. Цена в недвижимости в рублях снижалась до границы лета 2018 года. Падение цены на недвижимость было связано с тем, что люди после 2014-2015 года предпочитали накапливать денежные средства. Здесь нужно смотреть и это на курсе экспертов в рынке недвижимости. Я им очень четко заставляю каждого эксперта пройти и понять эти показатели. Ребята, следите внимательно, ведь все это нужно соединить свои головы. Первое, с 2014 по 2018 год люди вообще предпочитали накапливать, а к 2020 году показатель М2 Центробанка достиг определенной большой величины. и у людей просто накопилось много денег. Когда Центробанк начал для стимуляции экономики, понимая, что у людей эти деньги лежат на счетах, создавать стимулы для того, чтобы люди вложили в другие инструменты, а стимул это, напоминаю, болезненное движение, стимул это боль, это палка, которая тыкает, ну, погонщик перегоняет скот, тыкая палкой стимул, то есть это болезненные вещи. Какие болезненные вещи сделаны в апреле и в мае? Объявили о налогах на депозит, объявляют о снижении ключевой ставки и тут же идет девальвация рубля, это боль, и от боли люди начинают, у них еще паника с пандемии, от страха, люди побежали осенью 2020 года покупать недвижимость еще под одним фактором, который подтасован средствами массовой информации. Почему? Потому что мы же с тобой знаем, что с апреля по август Росреестр очень плохо проводил регистрации сделок с недвижимостью. Так случилось, что в сентябре 2020 года в статистику попали выбросом сделки всего лета, просто протолкнулись, но СМИ извратили факт осенью 2020 года, что резко возросло количество сделок с недвижимостью. Количество регистраций сделок с недвижимостью возросло. Застройщики сыграли в игру, что 1 ноября 2020 года закончат выдавать льготную ипотеку. Ведь льготную ипотеку, когда объявили летом, она вообще никому была не нужна. Ты же помнишь лета 2020 года. Все только в себя приходили. Слава Богу, на улицу-то выпустили. Спасибо, хоть в кафе дают ходить. Кто-то поехал отдыхать. И осенью, когда все кинулись, то ты понимаешь, что у застройщика товар, звонить как в Алиэкспрессе поставщику и сказать, поставщик, нарасти мне вот эти кружки, у меня их хорошо берут. Такого нельзя. Поэтому дефицитный товар резко подскочил в цене. За ним, конечно же, отреагировал вторичный рынок. Этот механизм я показывал в одном из роликов, как это работает. И, казалось бы, это должно было быть закончено, этот пузырь, и должен был закончиться в январе 2021 года. Все, выдохся рынок. Но тут господин Хуснулин для того, чтобы поддерживать нацпроект, он пробивает все-таки вот эту льготную ипотечную ставку, и она начинает играть роль другого. Просыпается с синдром халявщиков. Ой, пока такая дешевая ставка, возьму недвижимость на всякий случай. И мы уже видим статистику 2021 года, что очень многие люди на ипотеку мили по полной программе, уже не считали, что среднемесячный платеж выше всякой аренды и в Москве, и в Питере, что за халявной ставкой стоит все больше и больше закредитованность населения. И вот второе движение после января 2021 года, там видно, в декабре и в январе мы вышли на полку и успокоился рынок. А потом идет опять накачка СМИ, отменит и не отменит, льготную ипотеку, Эльвира Набиулина, спорит с Маратом Куснулиным, о том, как это надо делать, что это, что такое. Это все настолько возбудило народ, что из любого утром включаешь утюг в розетку, а из него вдруг неожиданная новость про недвижимость. Мы попали по бомбардировку СМИ и, конечно же, это уже было безумие. Это уже было безумие. У людей уже началась просто опять вторая паническая волна и вторая волна вот от накачки льготной ипотеки. Сереж, правильно я понимаю, что продление льготной ипотеки было сделано специально для того, чтобы поддержать нацпроект? Да, конечно. То есть это единственное, что драйвил рынок на тот момент. То есть если бы этой инъекции не было, льготной ипотеки, то мы бы увидели остановку рынка на ценах января 2021 года. Все, рынок бы встал. Но сейчас мы видим противостояние Эльвиры Набиулиной против Марата Хуснулина. И Эльвира Набиулина говорит о том, что продление льготной ипотеки это ошибка. То есть нельзя этого делать. Смотри, они пытаются на стол президента положить несовместимые вещи. Они пытаются погасить тот негатив, который сложился в обществе из того, что цены стали недоступными. И одновременно хотят быть хорошими, чтобы ставка была. Я сейчас скажу, наверное, непопулярную в народе вещь. Наш народ вообще любит вешать на кого-то ярлыки. Мне кажется, несправедливо висят ярлыки на Эльвирина и Биулина иногда. Кто-то может подумать, что я опять кем-то ангажирован. Но она сейчас делает абсолютно правильную вещь. И может быть, со мной даже будет не согласен тот же Алексей Кречетов. Я, кстати, с ним в этом отношении не согласен. Погасить инфляцию, в том числе поднятием ключевой ставки решили уже многие страны. И просто у Эльвиры Набиулиной крепче нервы, она смелее, чем многие чиновники в других странах, что она это делает смело, жестко. И она понимает, что нужно погасить вот эту разгоняющуюся волну ценовую. Мы же видим, что у нас же есть офис Хабаровский. Мы же видим, что натворил там дальневосточная ипотека. Строить там больше не стали. Там более того, там банкротился до этого самый крупнейший застройщик Хабаровска. Недвижимостью новостройки смели. И недвижимость сельской местности, которая остается для покупки доступной, сравнялась с ценой в центре города Хабаровска. Эти все ценовые перекосы это вот следствие доступности вот этих денег. Чем более доступны деньги, тем более недоступно жилье на рынке. Почему все решили, что вообще недвижимость это нечто доступное? Льготная ипотека влияет на недоступность жилья. Объясни, пожалуйста. Потому что смотри, какая ситуация. Все очень просто. Чем у меня более низкая ставка, тем больше мне кажется, что я хочу ее взять, тем больше я хочу купить недвижимость. На самом деле это не так. Уже есть все подсчеты, все остальное, что вся низкая ставка съедает тут же саму идею взять эту недвижимость. То есть ты начинаешь платить банку больше, ты банку становишься должен больше. Но когда недвижимость дорожает, все забывают об одном факте еще. О чем беспокоится Набиульная? Центробанк надзорная структура над банками. И представь, что у тебя банк, как это было, как мы видели с тобой это в 2014 году, брал по одной оценке недвижимость в залог. А в 2017 году банкротчившись с заемщика уже невозможно было даже вернуть тот, что являлось предметом залога. То есть продавали ниже, с убытком. Она справедливо говорит, ребят, а что на этом пузыре вы наберете себе в залог? А что будет дальше с этими залогами, предметами? А почему налево-направо начали раздавать ипотеку? Потому что она льготная и доступная. Поэтому задача Марата Хуснулина тащить нацпроекты и выполнить план по строящимся метрам. И он доказывает, что это драйвит экономику. Но Эльвира Набиулина говорит, это не с одной стороны драйвит определенные сегменты экономики, которые зарабатывают, но для жителей обычных легче не становится. И она говорит, не надо заниматься подтасовкой фактов. Легче жить не стало, легче недвижимость покупать не стало из-за вашего нацпроекта. Поэтому это конфликт. На мой взгляд, в этом конфликте сейчас с точки зрения экономиста Эльвира Набиулина ведет себя более грамотно, чем Марат Хуснулин, который хочет рапортоваться в одном строительстве метров. А скажи, пожалуйста, почему тогда растут цены на вторичку? Во-первых, тут надо понимать, что почему растут цены на вторичку и вообще вернемся к тому первому вопросу, с чего ты начинал. У нас население России решило, по-моему, собраться в 10 городах. Ну, то есть, такое впечатление, Мне кажется, вообще в трех. Ну, не в трех, но в 10 городах, на мой взгляд, население, приток населения очень большой. Тюмень, туда приток населения очень большой. Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, у нас там открылись офисы, ты знаешь, прекрасно, там пятен под застройкой вообще не остается. У нас высокий приток населения, естественно, Москва, Питер. Кстати, в 2021 году лидером по росту цен на недвижимость стал Калининград и Казань. А Казань тоже, это приток населения, это республиканская столица, и туда идет большой приток населения. И там хорошо росли цены. Поэтому с этой точки зрения попытка собраться в 10 городах это всегда попытка такая, которая приводит к таким подъему цен на недвижимость. Но ты же понимаешь, что деревни умирают, да, мы видим с тобой путешествую по России, мы видим, соответственно, как вымирают прям деревни. Другую ситуацию, Екатерина Шульман, послушайте, послушайте другую ситуацию, она-то как раз говорит о том, что мы находимся в фазе финала урбанизации, финала, не начала урбанизации, а скоро будет деурбанизация. И пандемия уже показала, что нет смысла во многих городах набиваться в куче, и уже многие задаются вопросом, зачем я каждый день хожу в офис и езжу на работу. Я в офисе последний раз был две недели назад. То есть, что важно? Важно понимать, что люди по инерции еще едут, а уже механизм запустился обратный. И, например, если мы возьмем приток и отток населения в Москве, то они скоро уравняются. То есть, это кажущаяся картинка мира, то есть, кажется, что приток населения больше. Если в процентном соотношении количества жителей, то приток населения в Краснодаре, он просто ахалый. Но города не могут, они не могут обеспечить всех жильем, они не могут обеспечить всех работой, инфраструктурой, инфраструктурой, они не могут все сделать, поэтому видим просто иногда не готовые инфраструктурные проекты по бешеным ценам просто вот из-за того, что все хотят набиться. Особенно на западе Москвы мы видим, где Фили, район... И еще очень важный момент, опять же, по инерции огромное количество квартир в Москве стоит пустым. Люди на всякий случай. На всякий случай. Я буду создавать себе на старости плацдарм. Зачем? Ну, будет старость, будешь создавать плацдарм. Зачем тебе сейчас? Это очень странная позиция. Поэтому, почему дорожает вторичка? Во-первых, у нее есть инерция, и вторичка пытается что сделать? И тут мы подходим к очень важному определению. Есть цена, а есть стоимость, а есть меновая цена. И вот тут, ребята, как раз я вам расскажу самую важную вещь. Вы не заметили, что меновая цена падает, а не растет. Вы смотрите на номинальные цены на Циане. Давай, 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 давай. Цена Циана. У нас есть такое. Давай, у нас есть цена Циана. Это наше выражение уже такое. Мы можем его забрендировать, и тем более торговую марку Циана, когда мы регистрировали с тобой. что мы видим на Циане? Это цена сделки или цена не сделки? Нет, конечно, это желание людей, которые они опубликовали на публичном пространстве. Они желают получить столько-то денег? Да. Пока объявление висит, объект продан? Нет. Значит, я вижу объявление, по которым объект не продан. А почем проданы объекты, я не вижу. В момент паники в 2020-2021 году с какой скоростью исчезал ликвидный объект? Очень быстро. Один-два дня и все. До пяти дней, до семи дней. То есть, успевали заметить объект по ликвидной цене? Нет. И у меня есть ощущение, что все время растет? Да. Теперь, часть людей приходит на Циан продать или проверить, сколько дадут? Проверить, сколько дадут. Смотри, ему, например, соседи встали по цене, например, 10 500. Он стал по цене 10, к нему прибежали. Он продавать собирался? Нет. Что он делает? Поднимает цены. Он просто поднимает цены и проверяет от 10 500 дадут? Угу. Опять прибегают люди, пытаются у него купить. Он собирался продавать? Нет. Что он делает? Еще дальше. Поставит 11. Что, не знающий структуры рынка, сторонний наблюдатель, какой делает вывод? Что цены растут. Что делает необученный агент, а это совсем плохо в России с этим? Он что говорит? Делегирует своим клиентам в этот момент. Что он рассказывает? Транслирует. Цены растут. Извините, не делегирует, а транслирует. Он уже распускает эти слухи и говорит, что цены растут, берите быстрее, бежим покупать, бегом. Растут цены сделок или цены не сделок? Цены не сделок. Откройте, 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 откройте сейчас, любой город, Санкт-Петербург, Москву, центр. Посмотрите, сколько времени стоят эти объекты недвижимости. Некоторые стоят по два года, по три, и продолжают повышать цену. Так зачем делает такой собственник такой фокус? Продать, или просто он чувствует себя таким образом богатым? Чувствует себя богатым. Когда дело доходит до сделки, что происходит? Ну, он отказывается. То есть он либо отказывается, либо когда доходит дело до сделки, ему приходится корректировать цены, мы ее быстро корректируем вниз. Да, если он хочет продать. Самое позорное, что могли сделать сотрудники Центробанка, если вдруг этот канал когда-нибудь посмотрят люди из аппарата Центрального банка, увольте всех сотрудников, которые вам в отчетность включают анализ цен, который ложится на стол президента по ценам цена. Это стыдное позорище, стыдно не знать, что можно обратиться, у Центробанка есть прекрасный механизм обратиться в тот же самый Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и попросить службы рисков, которые хранят в себе все документы по сделкам, просто одним запросом из банков вам дадут шикарную аналитику. Ну, неужели в Центробанке не могут догадаться до простой вещи? В три банка ключевых в стране позвонить, и они вам дадут изумительную статистику, почем у них в залогах лежат сделки и какие сделки проходили, сколько там было. Да, но огромное количество людей сегодня говорят про цены, которые им ЦИАН рекомендует даже ставить на свои объекты. Еще раз, это номинальная цена, я тебе сейчас объясню, что такое меновая цена, ну, скажи, тебе объяснять, ты и так без меня прекрасно знаешь. Меновая цена, это когда ты свой товар можешь поменять на что-то другое. Привожу пример. Когда ты хочешь поменять свой объект недвижимости, ты же не приходишь и говоришь, так, в последнее время дорожает говядина. Возьму-ка я вместо квартиры на мойке в Санкт-Петербурге три тонны говядины сейчас оптом. Потом распродамся. Три тонны замороженной аргентинской говядины. Есть у кого-то какая-то такая мысль взять три тонны говядины? Нет? На что товар-недвижимость обычно меняется? На другую недвижимость. На другую недвижимость. Или на деньги. Или на деньги. Но еще раз, деньги не нужны людям. Это доказывают все наши операции ежедневные. Предложи человеку выйти в деньги, он не выйдет, ему же надо переезжать. А теперь давай разберемся. В 2017 году я принял за объект своих родителей, где у меня вот как раз доля у сына, аванс по цене 6400. В августе 2017 года. 6 миллионов 400 за старая панельная квартира в доме 63 метра. Чтобы всем было понятно, чтобы они могли посчитать. В тот момент, забрав половину суммы себе в карман, я мог купить за 3200 объект площадью, где-то порядка 40-45 метров, сыну, там же за МКАДом. В новостройке, устроящейся станции метро. То есть, я мог его обменять на большую площадь. Ты занималась продажей объекта недвижимости в 2021 году. На цене 10800 ты остановила торг. Могла поднять до 11. Казалось бы, через 4 года я выиграл в номинальной цене. Номинальная цена выросла. Только купил я теперь 23 метра. Не 40 метров, а 23. То есть, относительно цены и ценности этого объекта недвижимости, о чем я пытаюсь уже говорить много лет, я проиграл. Я не выиграл. Поэтому, тот вторичный фон, который построен в Москве. У тебя, кстати, в кабинете карта висит, да? Да. Скажи, какую мы уникальную вещь увидели на карте, вот на этой тепловой. Мне подарили в конце прошлого года, на Новый год, мои коллеги карту тепловую, где показаны годы строительства недвижимости в Москве. И самое большое количество строительства недвижимости в Москве было в 70-80-е годы. Самые большие объемы, да? Да, самые большие объемы. наибольший объем пришелся на панельный фонд 60-х, 70-х даже, я бы сказал, 70-е, начало 80-х. То есть, этому фонду скоро уже 50-60 лет. Панельному. А у него вообще изначально была закладка до капремонта 50 лет. То есть, мы сегодня видим в большом количестве городов недвижимость, которая на самом деле в номинальной цене растет, а в реалии на самом деле падает. Поэтому, ребята, когда я говорю, что цены на недвижимость падают, они растут, я говорю о том фонде, который находится у нас в массовом сегменте, в наблюдении нашем, и говорю о той меновой цене, которая вам и нужна. И вы вдруг обнаруживаете, что каждый год вы пытаетесь дотянуться, переехать в новый фонд, а он все более недоступен тогда. Это то же самое, что рассказывать мне, что недвижимость это какой-то сакральный инструмент. Представь себе ситуацию, я бы сейчас Nokia 3310 ходил бы по рынку и говорил, номинально Nokia 3310 тоже подорожала сейчас. Это же тоже хорошо, Nokia 3310 же стоила вот столько, а сейчас вот столько. Потому что, например, проводники подорожали в мире, все подорожало, номинально, да, а по факту иди поменяй ее на iPhone, то есть, или какой-то хороший Samsung, то есть, от вас убегает новый фонд, а ваш старый фонд дешевеет. Поэтому надо еще раз понять одну очень важную вещь. Мы слишком демонизируем, мы слишком сакрально относимся к недвижимости и не видим у нее недостатков, как у средств сбережения. Ну, потому, я могу вот лично объяснить, мне буквально вчера была консультация с человеком, который живет в Екатеринбурге, и он мне объяснял, что я ему говорю, понимаете, что сейчас лучше продать, да, две квартиры ваши в Видном, а купить там через два года. А он мне говорит, Тамара, нет, это страшно для меня, это страшно остаться с деньгами один на один. В нашей стране это вообще невозможно, неизвестно, что будет завтра с рублем и как я могу там переложиться в те же доллары и так далее. Очень просто, чтобы остановить такую паническую... Все верят в бетон, они его целуют каждый день. Да, 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 то есть остановить такую паническую атаку можно очень просто. Посмотреть, как изменялись цены за последние пять-семь лет в долларе. Кто тебя заставляет сидеть в рублях? Кто тебя заставляет сидеть, например, в долларе, а не в евро? Кто тебя заставляет не сидеть, например, в швейцарском Франке? Есть, ну, масса инструментов доступных сбережений. Мне кажется, очень мало образованности просто в этой области, поэтому... Она не просто не образованность, а у людей нет цели. Это уже, вот образование нас как раз чересчур сейчас, вот, мне кажется, стало, но никто не говорит о целях. Гораздо бы важнее говорить о целях, что ты хотел сделать. Вот что хотел этот человек из Екатеринбурга сделать? Что хочет... Вот я тебе пример приведу. Замечательный пример. Нам звонит наша с тобой знакомая. Очень... Она поймет, если будет смотреть это видео. И она говорит, я в Новосибирске сейчас принимаю аванс за объект 11 миллионов. Мне продавать сейчас или нет? Я знаю про... А, да, да, да. А я говорю, послушай, а ты принимаешь решение через призму продавать или у тебя цель какая купить? Она говорит, нет, конечно, в Москве надо купить. Представьте, что я ей дал совет, который она воспримет потом с обидой, что была возможность забрать за 11 миллионов за объект недвижимости. А я ей дал совет посидеть и не рыпаться. И вот он упал до 10. Она кажется, что она... Проиграла. Проиграла в номинальной цене. Но то, что она хочет купить, как мы с ней обсудили, в этот момент упало на 7 процентов. А это стоило 30. Просел пузырь, сдулся пузырь, процентов на 7. Это не так много. Но на самом деле в реальной цене упало на 2. Тут просели на 1, там просели на 2. В итоге в плюсе или в минусе? В плюсе. В плюсе 1 миллион. В плюсе 1 миллион. Так важнее гоняться за номинальными ценами на недвижимость или в цели свою посмотреть? В цели, конечно. У нас половина людей не умеет формулировать свои цели и вообще не знает, что они хотят. В недвижимости это очень важно. План сделки, цель сделки должны быть прописаны на бумаге. Весь курс. 20 занятий. Я заставляю агента тренировать один навык, расписывать план сделки, опрашивать клиента, опрашивать его цели, залезать ему глубоко в мозги, понимать, как мозг работает у человека, когда он выходит на рынок недвижимости, в каком он стрессе. То есть я и это и прошу от наших специалистов и требую не прыгать по поверхности, а понимать глубинный механизм рынка недвижимости. Хорошо, давай теперь перейдем к блиц-опросу и ответим на вопросы хейтеров. Давай. Я очень четко запомнила один из вопросов, когда женщина написала, что Сергей Смирнов, я очень разочарована вас, потому что вы обещали, что цены упадут, я не успела ничего купить, а цены еще выросли. Вот скажи, пожалуйста, что ты ответил этой женщине? Нет, ничего не ответил с этой женщиной. Именно такие обвинения мой адрес я баню. Простите, я баню, потому что не я несу ответственность за принятые решения. Это первое. Почему она не успела купить? Она перекладывает ответственность за принятые ей решения на меня, но дело в том, что когда никто не знает, что такое Customer Journey Map, как двигается клиент от мечты до сделки, когда вы смотрите видео, вы находитесь на пятой точке примерно до сделки, а решение принимается на девятой. То есть она была не готова к сделке, пока она сидела и рассматривала YouTube и все остальное. Это не меня обвиняет первое. Второе. Опять же, в какой валюте она держала деньги? В какой валюте она держала деньги? Можно было бы посмотреть 3-4 канала, которые бы объяснили, что в рубле не надо сидеть. А если бы она сидела сейчас в валюте под названием доллар, она бы решила свои проблемы даже сейчас на этом рынке. Поэтому такое обвинение в мой адрес, но оно выглядит примерно очень смешно. Хорошо. Следующее обвинение. Ты не угадываешь с ценами. Ты как тот оракул, который предсказывает, ошибается. С ценами чего я не угадываю? Номинальными? Да. В смысле номинальные цены еще раз. Я только что это сказал. Мне не интересует вообще ваша номинальная цена. Я когда прихожу к собственнику, он мне может назвать, сказать, я хочу за свой объект недвижимости хоть миллиард. Я говорю, отлично. Вопрос, зачем вам этот миллиард? Еще раз, когда вы говорите, что номинальные цены выросли, я же вижу в этом очень часто не рост, а падение ценности вашей недвижимости. Поэтому, наверное, в чем моя вина, в чем я должен раскаяться перед зрителями, что я до них, видимо, не очень правильно доношу понятие моего понятия цены. Не того понятия цены, потому что, еще раз, даже забрав сейчас на этом росте, многие не могут купить то, что хотят. И они говорят, а то вот оно еще дороже стало. Вот вам и ответ. Так цены выросли или упали, ваши, того объекта, которые есть. Что я говорил? Я говорил в девятнадцатом году, еще раз, услышьте меня, найдите это. То есть, я говорил людям, что, ребята, продайте, сядьте на определенные инструменты финансовые и подождите. И если бы сидели правильно на определенные финансовые инструменты, у нас что, фондовый рынок не вырос? Пер. У нас что, доллар не вырос? Пер. У нас что, еще какие-то инструменты не давали доходности? Давали. Ну почему сейчас нужно говорить о том, что только рынок недвижимости вырос? Нет, это не так. Поэтому нужно просто быть более гибким и не сосредотачиваться только на недвижимости. Поэтому, еще раз, с точки зрения номинальной цены меня вообще не интересует. Меня они не интересуют. Хорошо, почему ты банишь людей, которые пишут тебе негативные отзывы, которые пишут соответственно тебе гадости в комментариях, почему ты их банишь? Почему ты не давишь? Ты что против самовыражения людей, свободы слова? Дело в том, что у нас в сети трудится 200 экспертов. И эксперт находится под очень сильным давлением клиента, который тоже на нервах. И если клиент неожиданно подвергает сомнению и подвергает доверие, установленное между экспертом и клиентом, запомните, это выбор, самый главный эксперт, либо вы на полную катушку доверяете, либо не делаете с ним сделку. Другого не дано. Я всегда клиентам говорю, доверяйте нам на полную катушку. Иначе вы будете нас подозревать, что мы сделали ошибку, начнете читать еще 20 мнений, и впадете в панику, в истерику, и еще хуже себе наделаете. Какой-то развлекающийся человек вдруг неожиданно или человек, который пишет комментарий для того, чтобы просто что-то задать вопрос, то для этого есть другой инструмент прекрасный. Называется он личный контакт. Я доступен для всех в директе, в ватсапе, и ты знаешь прекрасно, сколько людей туда пишут, задавая свои вопросы, и получают на них ответ. И поэтому вопрос какой? Если человек хотел задавать вопросы и пускаться со мной в дискуссию, то я не готов дискутировать в открытом пространстве, не просто потому что, а для того, чтобы другие клиенты не нервничали в этот момент. Кто-то приходит пиариться за твой счет? Не знаю, пиариться за мой счет или нет, но я не готов дискутировать в открытом пространстве. Почему? Потому что, во-первых, часто я дискутирую с анонимом. Я не знаю его уровень подготовки, я не знаю его опыт и экспертизу, может быть, он прав в некоторых случаях, но я никогда точно не баню аргументированные, развернутые комментарии. я не готов отвечать на вопрос, чушь собачья, смотреть дальше не буду. Это что такое? Этот толстяк несет бред. Как мне реагировать на такой комментарий? Не слушайте его, люди, я в девятнадцатом году купил недвижимость, в двадцать первом продал, все выросло. И что? А что ты сделал с этими деньгами потом в двадцать первом году? А, ты их в двадцать первом году снова вложил в перегретый рынок и можешь с ним уехать вниз. Я готов обсуждать с теми людьми, кто лет десять на рынке туда-сюда на горках поездил вместе с ним и уже понимает. Вот эти люди, к сожалению, они комментарии не пишут. Они пишут мне обычно в директ и говорят, мы тебя понимаем. Сереж, ну и последний вопрос. Почему все-таки удалили видео интервью с Кирой Юхтенко? Дело даже не в комментариях. Ребят, ну, слышите меня, пожалуйста. Дело в том, что сотрудники канала InvestFuture поддерживали комментарии, которые, на мой взгляд, не являлись экспертным мнением. а следовательно, они подвергают сомнениям не меня, то есть они, а именно себя. Что соглашаясь с человеком, который не согласен с экспертом и ставлю ему сердечко на канале, ты на самом деле подрываешь доверие к самому себе. Это значит, что ты молчаливо соглашаешься с тем, что ты пригласил плохого эксперта на канал. Вот какая ловушка. А с такой позиции я, конечно, не могу согласиться. Вы зачем-то меня приглашали на канал, вы в начале интервью объявляете, что я эксперт, и вы считаете меня экспертом, а под интервью тут же отказываетесь от своих слов, перебываетесь на воздухе и лайкаете то, что подрывает меня как эксперт. А значит, вы автоматом подрываете доверие к самим себе. Зачем же вы меня тогда звали. Спасибо тебе большое, что ответил на все эти вопросы. Надеюсь, что зрители напишут хорошие комментарии. Они могут написать любые комментарии. Вопрос в том, что если бы они писали их развернутые, то есть если вы говорите чушь, хотя бы допишите почему, разверните свою позицию. Я хотел бы вас спросить о другом. Если вам нравится формат таких кухонных посиделок, где Тамара будет дальше отбирать в течение месяца острые вопросы, раз там 6-7 недель делать такую кухонную за завтраком что-то обсуждать, то ставьте плюсы, ставьте в комментариях давайте продолжать, то я буду собирать вопросы с редактором канала, готовить их и отвечать в таком формате кухонной посиделки на ваши вопросы и вы получите на них развернутые ответы. Мне кажется это будет более лучший формат, чем полемика в комментариях.